Всем привет! Меня зовут Амир Касьенов, я главный редактор информационного агентства Кастак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших двух дней. Пока я буду рассказывать, прошу вас поставить лайки этому видео, потому что это очень серьезно помогает продвижению нашего канала. Поехали! Итак, вчера в Мажелесе представитель высшей аудиторской палаты Наталья Годунова выступала с докладом о битугах аудита в сфере теплоснабжения Казахстана. На самом деле, данные не очень обнадеживают. И вот просто один из примеров того, что выявила палата. Тепловые монополисты Казахстана около 70% закупок производят из одного источника. Процесс проведения закупок частными субъектами естественных монополий характеризуется высокой долей закупок способом из одного источника в среднем 70%. Закупок товаров и услуг у аффилированных компаний до 27%. И низкая конкуренция среди потенциальных поставщиков ввиду отсутствия их заинтересованности в участии в закупках, говорится в сообщении в среду. Как отмечается, по всем установленным недостаткам и нарушениям данной соответствующей рекомендации правительству в части усиления государственного контроля в сфере теплоэнергетики, совершенствования законодательства государственного регулирования тарифов на услуги монополистов, Уполномоченным государственным органам, объектам аудита поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. Рассмотрение ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства, добавили в высшей аудиторской палате. Ранее ВАП сообщило, что теплоэнергетика Казахстана потеряла за три года сверх норматива тепло на 14,3 миллиарда тенге. Также, по данным госаудиторов, в стране отсутствуют долгосрочные стратегии и комплексный системный подход к развитию сферы теплоснабжения. Кроме того, обращено внимание на то, что Акиматы не принимают мер в отношении неготовых к зиме организаций теплоэнергетики. Вместе с тем, ВАП сообщило, что затраты почти в 56 миллиардов не включили за три года в тарифные сметы тепловых монополистов. Одной из критических проблем к теплоэнергетике Казахстана названы низкие зарплаты. Также стало известно, что госаудиторы прогнозируют дальнейшее удорожение стоимости строительства ТЭЦ-3 Астаны на 53,4 миллиарда тенге. Более подробно вы можете прочитать об этих новостях по ссылочкам, которые приведены. А ссылка на этот материал есть в описании к сегодняшнему видео. Заходите, читайте. АЗРК заявила о навязывании Казахтелекомом аренды интернет-модемов своим абонентам. Департаментом АЗРК по Астане в ходе проведенной проверки услуг Казахтелекома по предоставлению аренды ОНТ-устройств для доступа к интернету по услуге ID.net усмотрены признаки навязывания в обязательном порядке в аренду абонентам дополнительного оборудования модемов. По информации общества, между стационарным оборудованием ОЛТ-сети Джипон и клиентским оборудованием, предоставляемым в обязательном порядке обществом в аренду абонентам, каждым производителям применяется проприетарный, защищенный авторским правом протокол взаимодействия ОМСИА. Таким образом, клиент, имея оборудование от того же производителя, что и стационарное, не может использовать его, поскольку общество предоставляет свое оборудование в обязательном порядке в аренду абоненту, говорится в сообщении в среду. Как отмечается данными действиями казахтелекома, нарушены нормы, установленные правилами оказания услуг связи от 24 февраля 2015 года номер 171 касательно права использования клиентам собственных сертифицированных абонентских устройств для получения услуг доступа к сети и интернет. Таким образом, в действиях общества департаментом усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей. В этой связи в обществе было направлено уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения, включая предоставление потребителям возможности использовать собственное оборудование, заключили ВАЗРК. Выделенные по нацпроекту более 500 миллионов тенге субсидий украли в Костанайской области. До нацпроектов добрались наши коррупционеры. Группа лиц в Костанай подозревается в хищении более 500 миллионов тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года, по настоящее время изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. По версии правоохранителей, преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ. Организаторы и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на два месяца, уточнили в АФМ. Законность расходования более 1 миллиарда тенге на турниры Казахстан-Барысы проверяют в Алматы. Об этом тоже сообщает прислужба ОФМ. Проверка законности расходования организаторами 1 миллиарда 75 миллионов тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по Казахстан-Барысы, проводится департаментом ОФМ по городу Алматы, говорит сообщение в среду. Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования, то есть уже есть уголовное дело. Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки, документацию, уточнили в АФМ. Бывший заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области арестован по делу о хищении 1 миллиарда 200 миллионов тенге, сообщает прислужба прокуратуры региона. Вы представляете, да? Если на таком уровне воруют такие деньги, что говорить о чиновниках, даже региональных, которые сидят повыше. Специальными прокурорами Акмолинской области по подозрению о хищении государственных средств, задержанный во дворе МВВС, бывший заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автодорог Акмолинской области, санкции суда подозреваемых взят под стражу. Он подозревается о хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог. Установлено, что без фактического выполнения работы им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 миллиард 244 миллиона тенге. Возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 ст. 189. Хищение в особо крупном размере Уголовного кодекса. Более 170 Акимов в Туркестанской области наказаны за искусственный дефицит пастбища. Об этом сообщает прокуратура региона. Прокуратура Туркестанской области в рамках проекта «Доступное пастбище» все 174 сельских Акимов привлечены к административной ответственности по ст. 498 в КУАП приписке и искажении данных статистики на 5 миллионов тенге. Акимы с целью улучшения показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных и крестьянских хозяйств. Вспоследствии данная неправильная отчетность была использована районными Акиматами при формировании утверждений планов управления пастбищами, говорится в сообщении в четверг. Как отмечается, на сегодня указанная статистика прокурорами приведена в соответствие и реальная потребность общими пастбищами по области снижена в три раза, то есть с 2,1 миллиона га до 652 тысяч гектаров. Кроме того, пакт прокуроров Акиматами региона начата работа по пересмотру всех ранее утвержденных аналогичных планов. Целых недопущения подобных нарушений в агентство по стратегическому планированию и реформам, Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности направлены ряд предложений об интеграции имеющихся программных обеспечений в области животноводства, сказано в сообщении. Сколько получают Димаш Кудайберген, Роза Рымбаева, Але Капов и ряд других звезд за участие в концертах, организованных государством? Об этом стало известно сегодня. Димаш Кудайберген, Роза Рымбаева, Айман Мухсахаджаева, 5 миллионов. Симбаева, Нуржамал, А2 миллионов и многие другие говорится в обосновании к проекту приказа Министерства культуры о внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстана от 16 февраля 2023 года номер 51. Об утверждении правил финансирования и нормативов финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств. То есть решили пересмотреть такой приказ и опираются на такие данные. Как пояснили авторы документа, согласно анализу услуг по обеспечению участия артистов данной категории, стоимость предоставляемых услуг в реальности может достигать до 25% бюджета проекта и выше, что превышает процентное соотношение. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, исполнение данного пункта по нормативу до 10% от общей суммы является невозможным. В связи с этим просим увеличить данную норму до 25% от общей суммы проекта, сказано в документе. Также Минкультура предлагает повысить нормативы по гонорарам за участие и в различных других мероприятиях, организованных государством. В документе в качестве примеров приводятся размеры гонораров и других певцов, актеров и ведущих. Я зачитываю. Итак, внимание. Димаш Худайберген от 10 миллионов и выше. Майра Мухаммедхоза 3 миллиона, Алишер Каримов 1,5 миллиона, Аслубек Инсепов от 1,3 миллиона, Медит Чотобаев 1,250,000, Алтамбай Журубаева 1,5 миллиона, Нурлан Абдулин от 1 миллиона. Это за концерт Жанар Дугалова от 1,5 миллиона, Айгуль Улкибаева 700 тысяч деньги, Тамара Ассар 1,200,000, Мария Мудряк 5,5 миллионов, Мираж Жигуносов 5,5 миллионов, Ернар Садарбаев 2,5 миллиона, Мадис Сиздыков от 700 тысяч, Райм, Раймбек Бактагиреев от 2,5 миллионов, Коба Кобланды Булат от 2 миллионов, Дастан Розбеков 1,5 миллиона, Алиокапов 2,5 миллиона от 2,5 миллионов, Садридин Наджмиддин от 2 миллионов, Турар от 1,3 миллиона, Мадис Рымбаев от 1,5 миллиона и выше, Адиль Ахметов 500 тысяч, Берик Айджанов 1,3 миллиона, Азамат Сатабалде 1,300,000, Сырым Кашкабаев от 500 тысяч, Сагныша Абикеева от 550 тысяч, Динара Байзакова от 700 тысяч, Тенге. Вот такие вот данные мы сегодня обнаружили, и что самое интересное, к вечеру Минкультуры и Спорта прислала нам пресс-релиз, с которым сказала о том, что эти данные были размещены ошибочно. То есть на самом деле мы эти цифры не должны были видеть, получается, но и они заявили, что вот мы ничего не повышали, вот эти вот нормативы не повышали, приказ не подписывали. Ну да, этот документ опубликован на портале открытой МПА, на который выносится документ до его подписания, чтобы граждане Казахстана могли ознакомиться с ним и выразить свое согласие или несогласие с его содержимым. Но сам факт того, что вот эта вся информация всплала, она, конечно, очень интересная. Теперь мы знаем, по крайней мере, сколько государство платит, точнее, вот до сегодняшнего дня платило или оценивает услуги наших артистов. Футбольный клуб Кайрат останется у олигарха Борамбаева. Кайрат на самом деле достояние города, старейший футбольный клуб страны, пока в коммунальную собственность клуб не передается, других решений не было, от собственников заявлений и просьб не поступало, сообщил Аким Юрбуладусаев на брифинге в службе центральных коммуникаций в четверг. Он также добавил, что Акимат продолжит ежегодно финансировать детско-юношескую школу Кайрат, по словам Акима. Если будет вопрос о нехватке финансирования и другие вопросы, то будет это рассматривать в установленном законодательством порядке. Напомним, 17 марта прошлого года стало известно о возможных земельных махинациях со стороны Эксакима Алматы и бывшего первого заместителя председателя партии Нур-Отан, ныне Аманат Болжана Байбеки и Борамбаева. В тот же день задержание Борамбаева подтвердилось официально. Олигарх Кайрат Борамбаев приговорен к восьми годам заключения. Борамбаев это отец Алимы Борамбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой. В прошлом выпуске я рассказывал о том, что после небольшой эпопеи, связанной с отменяется-не отменяется, все-таки решили провести концерт Би-2 в семье, и он состоялся. И сегодня ребята поблагодарили город за проведение концерта. Российская рок-группа Би-2 после проведения благотворительного концерта в семье поблагодарила город. Спасибо, семей. Вчера мы вместе с вами сделали очень важное дело. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч, Казахстан, написала группа на своей странице в социальной сети. Напомним, что все вырученные с концерта средства Би-2 пообещала направить в фонд помощи пострадавшим от природного пожара в области Абай. Я, знаете, в этой связи хочу вот что отметить, вот на что обратить внимание. Би-2 российская рок-группа, от нее мы услышали, что она провела благотворительный концерт. Направляет средства, но я до сих пор так и не услышал ни одной информации о том, что какой-то казахстанский исполнитель, какая-то казахстанская звезда все вырученные средства со своего концерта направит в фонд помощи пострадавшим от пожара в Абая. Я не хочу конкретных каких-то вот именно обвинений в чей-либо адрес выдвигать. Дело каждого, конечно, но выводы, как говорится, делайте сами. Концерту, кстати, предшествовала информация об отмене мероприятия, однако позднее Аким от семьи удалил сообщение своего инстаграм-аккаунта и заявил, что выступление согласовано с родными погибших. Накануне мероприятия концерт Григория Лепса в Кунаеве отменили после негативной реакции казахстанцев. Незадолго до этого Лепс и ряд других российских артистов пообещали щедрое вознаграждение за уничтожение украинской военной техники. Казахстанцев, выступивших против концерта Лепса, возмутила перспектива профинансировать российскую агрессию против Украины. Ну и завершить хочется выпуск информации о том, что город Кенесары появился в Акмолинской области вместо города Державенск. Знаете, недавно я, когда узнал, что у нас в Казахстане есть город Державенск, если честно, был удивлен, потому что Держава, Державенск, оно вот само название указывает на некое влияние имперского прошлого на нашу страну. Ну, были, конечно, те, кого-то мои высказывания возмутили, ну, типа, не трогайте историю и все такое, но вот мне, например, не понравилось, что у нас есть такой город. А сейчас мы узнаем, что этот город переименовали, на самом деле для меня это хорошая новость, не знаю, как для вас. Посчитали наблюдатели, посчитали наблюдатели были, 325 человек зарегистрировалось, выдано бюллетеней 321 за переименование города в город Кенесары, 192 против 125 и недействительных 4 огласили на собрании итоги голосования местного населения. Голосование проходило в городе Державенск Жаркаинского района. В Акимате Жаркаинского района подтвердили, что вчера состоялся сход, где люди прошли, голосовали за переименование населенного пункта. Теперь уже бывший Державенск известен тем, что в его окрестностях располагалась 38-я ракетная дивизия, здесь размещались межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана». В 1996 году часть была расформирована. Вот такие были новости минувших двух дней, я напоминаю, что мы выходим в эфир 3 раза в неделю, каждый вторник, четверг и пятницу. Чтобы не пропустить следующий выпуск, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким и получите соответствующее уведомление. Конечно, лайкайте это видео, делитесь им, это тоже очень серьезно помогает продвижению нашего контента. Я желаю вам только хороших новостей и только добра. Всем пока!